По словам очевидцев, 60-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте. В середине проезжей части она остановилась рядом со столбом опоры, чтобы пропустить транспорт. Что случилось дальше, толком никто пояснить не может. Одни говорят, что ее зацепил трамвай, другие, что женщина потеряла равновесие и качнулась в сторону рельсов. По предварительным данным, она получила черепно-мозговую травму. Наезда на пешехода не было. Касание с трамваем было или нет, еще надо разбираться. Потому что, со слов водителя и свидетелей, она вышла из-за опоры, если ее посмотрите, могло не видеть человека. Было темное время суток, соответственно, и водитель просто в зеркало увидел что-то непонятное, пятно, которое как-то упало. И все, и сразу остановился, сообщил, вызвал все службы. В прошлом году в Самаре по вине пешеходов произошло более 200 ДТП. Чтобы сэкономить время, многие идут на неоправданный риск, переходя дорогу в неположенном месте. Причем, ни интенсивный поток машин, ни даже присутствие сотрудников ГИБДД не смущает нарушителей. Во время рейдов с такими лихачами проводятся беседы. Подвергайте свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения опасности. Так делать нельзя. Будьте внимательны в следующий раз. После беседы сотрудники ГИБДД фиксируют паспортные данные нарушителя в общей базе. Если пешеход нарушает правила повторно, ему выписывают штраф 500 рублей. С начала года сотрудники ГИБДД выявили уже более 500 таких авантюристов. Игнорируя правила дорожного движения, невнимательность и спешка становятся нормой поведения участников дорожного движения. Как следствие и причиной дорожного происшествия. К сожалению, на улице нашего города мы сейчас наблюдаем такую картину, когда пешеходы лавируют между автомашинами и переходят к проезжей части на установленном месте. Пешеходы, нарушившие правила дорожного движения, смущаются и на камеру говорить отказываются. Зато остальные самарцы уверяют, что правила соблюдают. Нужно переходить по пешеходным переходам. Можно попасть под машину, ну и создать какую-нибудь аварийную ситуацию. Когда загорелся зеленый, тогда идти. Если он там уже мигает, подошел, значит переходить не надо. Надо дождаться, когда загорится новый уже зеленый свет. Лучше себя безопасить. Я считаю, что это отрицательно, во-первых, потому что это опасно и подвергает и водителя опасности себя. Также водитель может испугаться, выехать на речку и выйти авария. Сотрудники ГИБДД говорят, здоровье и жизнь пешеходов в их руках. Внимание нужно проявлять всегда, даже на пешеходных переходах со светофорами. Нужно убедиться, что водитель остановился на красной и готов пропустить. Елена Малютина, Максим Гусев, События. Спасибо. 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 Спасибо.